МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О нормативах уборки и реальной ситуации по устранению последствий стихии. Народные избранники обсудили вопрос содержания города. Студент Саровского техникума стал призером 17-го Балтийского научно-инженерного конкурса. Главная меткость. В Сарове прошел турнир по практической стрельбе из пневматического пистолета. Далее расскажем обо всем подробно. Объявление чрезвычайной ситуации, создание бюджетного учреждения по содержанию города, модернизация автопарка и увеличение финансирования для того, чтобы подрядчики оперативно убирали снег с улиц. На заседании Думского комитета народные избранники обсудили уборку города в этом году. Не уложились в норматив по уборке последствий снегопада. Горожане обрушились на городские власти с критикой из-за того, что не на всех улицах оперативно убрали снежные заносы. Депутаты задали вопросы по содержанию города директору департамента городского хозяйства. После часового обсуждения ГОСТов по уборке, нехватке людей, техники и форс-мажорных обстоятельств, которые накладывают свой отпечаток на деятельность подрядных организаций, пришли к выводу, что денег на содержание города нужно выделять большим. Вывести весь снег тоже можно посчитать, сколько надо кубометров вывести, чтобы город был чистый от снега. Весь город вывести. Расчеты можно провести. В два-три раза будет больше, чем это несложно. Если надо, я сделаю расчеты. Проблемы нету. Будет не 120, будет 360 или 400 или полмиллиарда, полбюджета. Вы скажете, вы что? Вы с ума сошли, скажете? 120 миллионов – это стоимость контракта с ДЭПом, который в течение полугода будет убирать улицы города. Если весной и летом достаточно убрать пыль с дорог и подместить тротуары, то зимой от осадков так быстро не получается избавиться. Снег с улиц ДЭП убирает круглосуточно. Днем работают 25-30 единиц техники, 80 рабочих. Ночью заступает дежурная смена. С 8 вечера до 5 утра в городе работает 8 машин. Оценка работ и расчеты за выполненные работы осуществляется ежемесячно. По итогам месяца в рамках проверки качества работ со стороны департамента как минимум два раза в неделю проходит объезд территории специалистами с составлением карточек выполненных работ. Так, за полтора месяца сотрудники ДГХ составили всего три административных протокола за некачественное содержание автомобильных дорог в Сарове. Сергей Лобанов отметил, что с уборкой дорог первой очереди ДЭП справляется, но есть сложности с очисткой улиц второй, третьей очереди и въездов-выездов. Депутаты предложили использовать фонд чрезвычайных ситуаций для оперативной уборки последствий непогоды. В свою очередь администрация тоже ищет возможные пути решения проблемы. Сейчас изучают опыт Дзержинска, где создали бюджетное учреждение по содержанию города. В минувшие выходные для уборки улиц дополнительно привлекли более десяти единиц техники и сторонних организаций. В праведливости радио надо сказать, что мы сговаривали с головой на эту тему. В городе, в прошедшей выходные, была задействована вся техника, которая в городе существует. Вся. Вся техника была задействована. Депутаты решили вернуться к рассмотрению вопроса по уборке и содержанию города в ближайшее время. Нижегородская область вошла в топ-15 регионов России по качеству жизни. По сравнению с прошлым годом, наш регион поднялся в рейтинге на две позиции и занял 13 место. В первой тройке оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Замыкает рейтинг Забайкальский край и Республика Тыва. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Право граждан на жилые и садовые дома, построенные на дачных участках, можно оформить по упрощенной схеме до 1 марта 2026 года. Об этом напоминает Управление Росреестра по Нижегородской области. Дом должен стоять отдельно, быть не более трех этажей в высоту и состоять из нескольких комнат. Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 134 34. Нижегородцы смогут проверить свой уровень знаний иностранного языка в проекте «Толес диктат». Всероссийская акция проводится для популяризации немецкого языка и пройдет с 19 по 24 февраля. Участниками могут стать школьники, студенты, слушатели языковых курсов, а также все, кто изучает немецкий язык и желает проверить свои знания. Онлайн-трансляция начнется 19 февраля в 13.00 на портале акции. Новая мутация коронавирусной инфекции из Великобритании уже успела распространиться в 10 странах. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование шотландских ученых. Штаммы отличаются мутацией в шиповидном белке, который помогает вирусу проникать в клетки. Это может сделать его более устойчивым к антителам. Расширилась также география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР Бразилии и Японии. Между тем, Всемирная организация здравоохранения в сотрудничестве с Роспотребнадзором намерена организовать в России Центр по борьбе с пандемиями. Организацию планируют создать на базе Саратовского ночно-исследовательского противочумного института «Микроб». В России за сутки зафиксировали 13 233 новых заражений COVID-19. В Нижегородской области статистику больных пополнили 426 человек. В Сарове коронавирусные инфекции заразились 10 горожан. Дипломы 2-й и 3-й степени получил студент политехнического техникума имени Музрукова на 17-м Балтийском научно-инженерном конкурсе. В финале участвовали 130 юных инженеров из 34 городов России. Саровчанин представил на суд жюри два проекта в секциях техника и физика. Работу он выполнял совместно со школьницами из Королёва и Череповца. Еще в школе Сергей Николаев понял, что ему по душе возиться с техникой. Поэтому, когда перед ним встал вопрос о том, куда пойти учиться, без раздумий выбрал Саровский политех имени Бориса Глебовича Музрукова, где открыл для себя компьютерное моделирование. Рисовать чертежи и механизмы из простого хобби быстро превратилось в серьезное увлечение, которое привело Сергея к успеху на Балтийском научно-инженерном конкурсе. Под руководством преподавателя Игоря Столярова он стал савтором двух работ. Вращающиеся тросовые космические системы и натурные компьютерные моделирования кулачковой шагающей машины. Этот шагоход, он непосредственно сделан для работы в Арктике, но также он создан для того, чтобы беречь почву тундры из-за того, что у него равномерная нагрузка идет. И из-за увеличения кулачков в дальнейшем это давление будет сводиться к нулю. Вместе с Сергеем над созданием шагохода работала ученица 7 класса из подмосковного Королева Анастасия Васильева. За основу ребята взяли механизм, который еще в 19-м столетии предложил выдающийся русский математик Пафнутий Чебышев. Настя создала модель, а Сергей выполнил компьютерный чертеж и помог довести дрон до ума. Возможности программы Компас 3D, который использовал студент политеха, позволили в том числе проверить работоспособность шагохода. Традиционное образование подтолкнуло нас к тому, чтобы мы обращались с сотрудниками с другими регионами. Есть уже продолжительные связи с городом Королев, с научными руководителями оттуда, с Московским авиационным институтом. Успешно пройдя отборочный этап, Сергей получил путевку в финал. Итоги 17-го Балтийского научно-инженерного конкурса подвели в Санкт-Петербурге на базе СПБГУ имени Петра Великого и Горного университета, где проект надо было представить и защитить перед оппонентами, членами научного, учительского, молодежного и бизнес-жюри. Научные жюри, непосредственно, как пойдет этот механизм, для чего он именно используется. А у бизнес-жюри непосредственно вопросы задавались таким образом, то есть, как быстро мы запустим это все в оборот, будем ли мы дальше развиваться в данной теме. По итогам конкурса за проект натурное и компьютерное моделирование кулачковой шагающей машины Сергей получил диплом второй степени. Создание компьютерной модели вращающихся тросовых космических систем отметили дипломом третьей степени. Кроме того, студенту политеха присудили специальную премию от научного жюри и приз от молодежного. В этом году библиотека имени Маяковского отмечает 75-летний юбилей. В честь этого события горожан приглашают принять участие в марафоне «Юбилейная почта» и вспомнить моменты жизни, связанные с Маяковкой. Поздравления можно записать в видео или аудиоформате. Подробности далее. Маяковка ведет свою историю с 21 июня 1946 года. В этот день вышло постановление Совета Министров СССР под грифом «Совершенно секретно», которое разрешило Конструкторскому бюро 11 открыть массовую библиотеку на объекте. Полгода ушло на подготовительную работу. Первых читателей начали обслуживать в январе 1947 года. В юбилейный год библиотека приглашает всех горожан присоединиться к празднику и принять участие в поздравительном марафоне. И, как принято в последнее время, сделать это нужно онлайн. Поздравительная аудио- или видеозапись может содержать воспоминания моментов жизни, связанных с нашей библиотекой. Это может быть впечатление о посещении, о первом посещении библиотеки, а может быть рассказ о книге, из которой получены ценные знания и взята она была с полки нашей библиотеки. Библиотекари бережно хранят первый журнал учета посетителей. Туда записаны Юлия Борисовича Харитон, Павел Михайлович Зернов и Андрей Дмитриевич Сахаров. На конец 1947 года библиотека насчитывала 542 читателя. Сейчас в Маяковку записано 30 300 саровчан. Мы для этого и создаем марафон поздравлений, потому что у нас есть очень интересные люди в нашем городе. И мы хотим как раз таки показать нашим горожанам, какие у нас есть читатели. Поздравления принимают до 10 мая, затем их смонтируют в единый ролик и разместят на сайте библиотеки 27 мая. В Сарове прошел первый открытый городской турнир по практической стрельбе из пневматического пистолета. В соревнованиях приняли участие 17 спортсменов. Они состязались в меткости на базе стрелкового клуба Центра военно-патриотического воспитания Саровская пустыня. На соревнованиях в стрелковом клубе проводят необычные дуэли. Перед стрелком стоит четкая задача сбить все мишени, опередив своего оппонента. Здесь можно почувствовать себя настоящим ковбоем, потому что стрелять нужно быстро, метко и не сжигая патроны впустую. Готовы? Внимание! В Центре военно-патриотического воспитания Саровская пустынь секцию по стрельбе открыли в сентябре прошлого года. После шести месяцев обучения вышли на новый этап подготовки своих воспитанников в соревновательный. Дуэль была третьим и финальным испытанием. На арене боролись претенденты на третье и первые места. Три этапа было, три учебных упражнения соревновательных. Два коротких, одно среднее. Короткое оно до 12 выстрелов, среднее упражнение от 13 и выше. Соответственно, почему именно такой формат и небольшое количество упражнений, потому что первый раз им главное сейчас понять всю механику проведения и участия в соревнованиях. Они сейчас больше учились, чем участвовали в соревнованиях. Стрелков разделили на три возрастные категории. До 11 лет, от 11 и до 17, и от 18 лет. Помимо воспитанников секции, принять участие в соревновании мог любой житель Сарова. Обязательные условия наличия необходимой экипировки. Пистолеты, страйкбольные кобуры, паучеров. Победитель во второй возрастной группе Иван Габелев стрельбой увлекается больше двух лет, поэтому сразу после открытия новой секции решил в нее записаться. Попадать в мишени, по его мнению, очень просто. По-моему, просто совмещать цели, камушку, все, и наводить на мишень. Соревнование меня вытащило на первое место только дуэли. Не будь дуэли, и Дима занял бы первое место. Он у нас лучшей секции, но по дуэлям у него заклинил пистолет, и у меня получилось выиграть. Несмотря на то, что для многих воспитанников это первое соревнование, ошибок практически не было. Лишь одного стрелка дисквалифицировали за нарушение угла безопасности. Проверить свою меткость решили и родители юных спортсменов. Всего в соревновании приняли участие 17 стрелков. На награждении, помимо грамоты медалей, все спортсмены получили сладкие подарки. В дальнейшем это соревнование планируют сделать ежегодным. Всего пара ложек меда в день укрепит ваш иммунитет и наполнит жизненной энергией. Впрочем, мед меду рознь. Полезен только натуральный, без химических усилителей вкуса и консервантов. Найти такое можно у настоящих пчеловодов, которые собирают мед на собственных пасеках. В Сарове натуральный мед свежего урожая представлен на ярмарке в Ледовом дворце. Мед со своей пасеки это гарантия его высокого качества. Виктор Доценко пчеловод в четвертом поколении. Многие годы они собирают мед на просторах страны и предлагают покупателям множество его сортов. У нас более 20 сортов меда. То есть, начиная с Краснодарского края акация, каштан и к северу Волгоградской области и к там клеверу, черноклен и так далее. В Саров на медовую ярмарку пчеловоды привезли мед свежего урожая. Каждого покупателя они готовы проконсультировать и помочь определиться с выбором. Конечно, полезен любой мед, если он натуральный. Всего пара ложек лакомства каждый день укрепят иммунитет и наполнят жизненной энергией. Но в зависимости от потребностей можно подобрать сорт меда, который поможет скорректировать проблемы со здоровьем. У каждого сорта меда есть немножко направленность либо что-то для сердца, либо кровообращение, либо идет для суставов, простудные липы, для простудных заболеваний, с прополисом. Мед – природный антиоксидант и помогает организму справиться с вредными микробами и бактериями. Это как нельзя актуально сейчас, в период разгула вирусов. Некоторые сорта меда, например, мед акации, считаются гипоаллергенными и подходят для детей, а также для диабетиков. Кроме того, на медовой ярмарке можно найти и продукты пчеловодства прополис, пыльцу, пергу. Также в продаже чайные сборы алтайских трав. На покупку трех килограммов меда действуют акционные цены. Всю выбранную продукцию пчеловоды Доценко готовы доставить вам домой. По телефону люди заказывают, также бабушки, дедушки, которые пожилые, которым сейчас проблемно куда-то ходить, либо просто по морозу неохота ходить. То есть, мы производим доставочку. Заказать доставку можно по телефону 8-927-503-14-47. Медовая ярмарка будет работать в Сарове с 15 до 19 февраля включительно с 10 до 19 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин